здравствуйте ребята тема сегодняшнего нашего урока по познанию мира наша богатая страна рано утром поэт путешественник встанет пред тобой астара пред тобой ленкарай из египта и из индии в раннюю рань к нам слетаются птицы ликуя крича словно вышли на волю из рук молоча здесь желтень к лимону колхозных садов нагибаются ветви под грузом плодов и поэтому то работал здесь отдых котов золотого чайку завари и налей у невестам для матушки старой моей ленкарами цветы и свежи и стройны и прекрасны как женщины нашей страны и амбары колхозные хлебом полны белый хлопок сияет как снег на горах сок лозы виноградный кижит погребать о страна моя родина музыки ты твои песни как летом плоды налитый ты серебряная колыбель красоты сгустки музыки тысячи наших сердец в каждом малом селе есть любимый певец сегодня мы с вами поговорим о сельском хозяйстве в азербайджане в азербайджане хорошо развиваются такие культуры, как ячмень, рожь, хлопчатник, виноград, лимон, олива, рис и другие растения. На обширных зерновых полях весной и осенью выращивают зерно. В некоторых районах Азербайджанов существуют благоприятные условия для хлопководства, а в других районах для виноградства. В Ленкеране имеются чайные плантации. Выращиваем на чайных плантациях Ленкерана ароматный азербайджанский чай, украшение стола. Сахарная свекла, из которой производят сахар, а также лимон, придающий чаю особый вкус, все они выращиваются, выращиваются в нашей республике. Вкусный праздник на юге Азербайджана. Сотни туристов из разных стран ехали в Ленкеране на фестиваль чая, риса и цитрусовых. Город славится фруктовыми садами и считается родиной местного тонизирующего напитка. Его вкус и аромат оценила Рамиля Тагиева. Зарядиться витаминами на всю зиму сюда, на юг республики, едут сотни туристов. Апельсины, мандарины, лимоны, киви, хурма и фейхуа. Разнообразие красок и ароматов привлекают гостей. Попробовать сочные плоды здесь можно бесплатно. Мои друзья были тут в прошлом году, им очень понравилось, все специально. Вот мы приехали, и это потрясающий фестиваль. Для местных аграриев этот фестиваль – возможность похвастаться достижениями. Регион славится не только фруктами. Из 50 сортов местного риса повара приготовили около 100 видов клуба. Здесь и традиционная кавурма из баранины, и садзи, приготовленная со свежей зеленью, и лягоньки с грецкими орехами и гранатом. Этой ручной мельнице 200 лет. В семье Белавяр Исмаил Заде ее передают по наследству, из поколения в поколение. Вот так вручную на речных камнях деревянная мешалка перемалывала рис еще прабабушка Белавяр. Эта мельница досталась мне от бабушки. У меня дома есть и блендер. Но так, когда перемалываешь вручную, получается вкуснее. Я своих детей вырастила на рисе и рисовой муке. В этом году на фестивале дождливо и прохладно. Согревали гостей местным чаем. Линкаранский подрячий напиток без добавок и примесей. Заменит на всю страну. Его оценили даже туристы из Китая. Наши чайные традиции имеют глубокие корни. Мне было интересно попробовать местный азербайджанский линкаранский чай. Он оказался более терпким и ароматным, в отличие от китайского. Ребята, Агуба знаменита своими яблоками. Льюй-чай гранатами. В Гадабии выращивается качественный картофель. Основным источником этих богатств является почва. В Губе проводится традиционный фестиваль яблок. Что неудивительно, потому что губинские яблоки знамениты на весь мир. Не только в Азербайджане регионах. Он привлекает к нам много туристов и со всех стран. Более 100 сортов яблок было представлено на фестивале, который открылся сегодня в Губе. Начался праздник с парада, организованного жителями Губы и соседних регионов. Губинский фестиваль яблока выгодно отличается от других тем, что он традиционный. Он проходит в одно и то же время, в одном и том же месте. Он уже шестой раз проводится и он прочно сидит в туристическом календаре. И у него огромный потенциал для привлечения как местных, так и иностранных туристов. Этот край испокон веков славился наливными яблоками. В этот период в октябре начинается сбор урожая. Город буквально утопает в бесчисленном количестве разных сортов этого фрукта. На фестивале яблони мы представили свои новые сорта. Среди них самый последний сорт садев, который отличается вкусом, качеством, быстрым хождением, плодоношением, устойчивостью к болезням и вредителям. Одним из самых популярных на празднике был признан сорт Кызыл Ахмед, который по праву можно назвать королем яблок в Азербайджане. Еще один чудесный сорт – японский фуджи. С недавнего времени заморскую красавицу выращивают и в губе. Эльдар Расулов, Джавид Гадиров, Сибиси. Давайте посмотрим еще одно видео, интересное. В Азербайджане пошел фестиваль «Граната», который пользуется в стране особым почетом. Ему посвящают стихи и песни, а художники изображают яркие плоды на холстах. Среди гостей праздника была и Хаяла Юсибзаде. Этот день фермеры ждут целый год. Для них праздник – повод блеснуть своим отборным урожаем. Но в фестивале участвуют школьники, рукодельницы и даже медики на этот раз выставили свои произведения искусства на показ. Все изделия, которые вы видите на стенде, наши медсестры сделали своими руками. Вырученные деньги передадим детскому дому. Из 54 селений садоводы привезли 60 сортов «Граната». Говорят, это не предел. Азербайджан – единственная страна в мире, где выращивают все сорта ягоды. Я такого количества «Граната» никогда не видела. Они такие разные и все очень вкусные. Я, например, не знала, что из «Граната» можно делать вино. У него изумительный и необычный вкус. Из сладкого щеренбаба – талыба с огромными зернами. Тонкокожурные гюлейши повара приготовили вкуснейшие блюда. Их могли попробовать все желающие. В Ечайском районе Азербайджана ежегодно собирают 50 тысяч тонн гранатов. Самым большим фруктом в истории фестиваля был плод весом в полтора килограмма. Случай зафиксировали в 2017 году. Основным источником этих богатств, ребята, является почва. Мы должны заботиться о почве. Если мы не позаботимся о почве, то все наши земли превратятся в пустыню. Животноводческие хозяйства. В Азербайджане также производятся различные продукты животноводства. В соцеводческих хозяйствах производят курятину и яйца. На овцеводческих фермах мясные продукты, шерсть. В нашей стране постоянно расширяется животноводческое хозяйство. Число хозяйств, где разводят крупный рогатый скот, с каждым годом растет. Молочные продукты Азербайджана – молоко, готык, сливки, сметана, творог – очень вкусны. Во многих районах действуют рыбные хозяйства. Здесь, в искусственных водоемах, разводят рыбу. В Азербайджане широко распространены пчеловодческие и шелководческие хозяйства. А наши полезные богатства – есть такие полезные ископаемые, ребята, где ни в какой стране нет. Наша страна обладает богатыми подземными ресурсами. Говоря о подземных богатствах, в первую очередь мы должны назвать нефть и природный газ, потому что нефть прославила Азербайджан на весь мир. Еще в глубокой древности Азербайджан был известен во всем мире как нефтяная страна. Наша республика обладает богатейшими месторождениями нефти и газа, как на суше, так и на дне моря. В Азербайджане имеется также залежи ценных металлов. Вот они, ребята, смотрите. К этим богатствам относятся золото, медь, алюминий, ртуть, железо. Из руды, добываемой в Дашкисанском месторождении, получают разнообразные металлы. Азербайджан также богат целебными минеральными источниками. Родниковые воды Кельбаджара, Махчевана, Шушин, Шабрана имеют целебное значение. Соли Абширонских озер, Нафталанская нефть, Махчеванская соленая пещера знамениты своими лечебными свойствами. Плодородные почвы под зимние и назидные богатства способствуют укреплению экономики, делают богатым наш Азербайджан. Для охраны природных богатств Азербайджана был создан государственный орган. Это Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики. А по количеству грязевых вулканов наша республика занимает первое место в мире. Глина, грязь и вода из вулканов обладают лечебными свойствами. Они излечивают многие болезни. Первый вы видите это грязевой вулкан, второй это соленое озеро, а третий это Ямар-Даг, выходящий из-под земли природный газ. Ребята, знайте, что наши земли плодородны, и поэтому в республике можно выращивать многие культуры. Азербайджан богатая страна. Для того, чтобы это богатство не исчерпалось, наше государство заботится о плодородии почв. Азербайджан обладает очень богатыми природными ресурсами. В республике имеются редкие подземные и надземные ресурсы. Наши природные ресурсы, нефть и газ, прославили Азербайджан на весь мир. Азербайджанское государство стремится сохранить наши природные ресурсы. В этих целях был создан государственный орган. Поэтому мы должны беречь свою страну и процветаться. Спасибо большое, ребята, за внимание. До скорых встреч!